Ирак. Значит, вчера я понял, что что-то происходит в Ираке, не читая и позавчера никаких новостей на пляж в Лос-Анджелесе, это такое есть местечко Санта-Моника, приехали черненькие, поставили маленькие крестики на пляж в песок. Ты хочешь сказать, афроамериканцы? Что? Ты хочешь сказать, афроамериканцы? Да, поставили черненькие крестики в стройными рядами, поставили какие-то декорации такие, чуть-чуть голливудские. Приехали какие-то люди в длинных одеждах, как я видел, расплатились с черненькими. Те еще повесили плакаты с призывом прекратить убийство в Ираке. После этого собрали и все были очень довольны. Афроамериканцы особенно, поскольку они поучаствовали в антивоенной акции, разрешив вот это, так сказать, прямо на пляже эти крестики ровными рядами. Ну, не только кресты, там еще были полумесяцы, эти шестиконечные звезды. Такой призыв к миру. Афроамериканцы собрали эти крестики и уехали. Все были очень довольны. Значит, события в Ираке приближаются в момент, когда американцы выведут все свои контингенты, все свои войска, и Ираку придется решать довольно сложные внутренние проблемы. Как ты к этому относишься? Я считаю, что Барак Обама, хороший баскетболист, и в истории Соединенных Штатов Америки он просто идет наихудшим политиком. Он думает, видимо, только о своем президентском сроке, но и до него была Америка, и после него будет Америка. А вот о ее репутации он не думает совсем. Когда президент Буш полез в Ирак, он взял на себя ответственность сознательно за то, что будет дальше. Он понимал, по-моему, очень хорошо, что он вытаскивает один колышек из того забора, на котором вся конструкция держалась. Шииты Ирана, которые дико ненавидят сулитов Ирака, и заодно своих собственных шиитов тоже ненавидят и сдерживают. А поскольку Саддам Хусейн имелся, то он не допускал объединения тех шиитов и своих шиитов. Но Саддам Хусейн был агрессор, это был абсолютно не подарок, это был дикий тиран, и покончить с ним это было благо. Но здесь президент Буш предложил свою армию, как колышек, вместо вытащенного кола из забора. А что делает Барак Обама? Он забирает кол, в заборе остается дырка, и взамен он не предлагает ничего. И уже речь идет о том, что суниты собираются создавать исламское государство, а Иран кидается со своей непрошенной помощью к шиитам этого Ирака, думая разжиться ими. Может возникнуть жуткая картинка, значит одно исламское государство из сунитов под названием Ирак, и часть Ирака пойдет к Ирану. А шииты ведь тоже не подарок, шииты безумные фанатики, то есть мы получим два государства, одно другого хуже. И Ирак, те немногочисленные демократы, которых там еще не прибили, не украли, не застрелили, они не могут от этого отбиться, их там слишком мало. Это страна совсем не западная. То есть миропорядок не может держаться в этом регионе на собственных силах Ирака. И то, что Барак Обама снимает с себя ответственность, это может привести к тому, что памятники вроде Раунда Зеро придется ставить и в других городах Америки. Ну, ситуация, согласись, очень похожа на то, что происходит в Украине. Ты, похоже даже в том, что говоришь ты, что ты требуешь. Ты требуешь, чтобы американцы, Барак Обама, солдаты Соединенных Штатов решали проблему стабильности в этом регионе, проблему Ирака и Ирана. Но у Барака Обама есть избиратели, и эти избиратели вовсе не намерены тратить собственные деньги, жизни собственных граждан на решение чужих проблем. Потому что если они начнут решать чужие проблемы, то получится можно... Ну что же, от ухода Соединенных Штатов из Вьетнама кому-нибудь стало лучше, возникло коммунистическое государство, погибли союзники США, которые не успели бежать из Сайгона. Пока Соединенные Штаты пытались контролировать мир, Корею, Китай, помогали Тайваню, был какой-то в мире порядок. У Барака Обама есть избиратели. Хорошо, я с ним согласна. Тогда пусть берет своих избирателей и везет их в безопасное место. Я тебе могу даже сказать, где находится это безопасное место. Оно находится на Луне, потому что... Ну не все с тобой согласны, Лерочка. В том числе и... У меня нет стратегического мышления, а у меня есть. То, что касается, так сказать, я понимаю, значит, стратегическое мышление, твое, не всегда объективно и иногда просто... И есть только одна сила, которая может контролировать этот мир. И эта сила, именно она, когда-то вместе с Великобританией создавала НАТО. Именно для таких ситуаций. Значит, то, что касается Вьетнама, наверное, не стало лучше, так сказать, в этой части мира после ухода американцев. Но американцам стало лучше. Они перестали погибать за очень непонятные для них ценности в противостоянии по существу с Советским Союзом. И передали ситуацию, передали управление ситуацией самим вьетнамцам. Так же, как сегодня делают это в Ираке. Ребята, очень хорошо, мы вам помогли, мы сместили, так сказать, диктатора, страшного варвара. Теперь сами, сами пытайтесь решать эту проблему, договаривайтесь. Если вам не нравится демократическое строительство государства, придумайте любое другое. Планета одна. Мы вам ничего навязывать не будем. То же самое с Украиной. То же самое с Украиной. Пожалуйста, решайте эту проблему сами. Мы вам ничего не навязываем. Не хотите жить в России прекрасно. Создавайте собственную армию, но создавайте, решайте эти проблемы. Рональд Вейкан понимал, что решая проблему Советского Союза, так как он ее решил, он решает проблему безопасности США. Потому что ни за какой системой ПРО, ни за какими электронными системами не отсидишься. Просто не отсидишься. Валерий Ильич, но у вас немного романтическое представление о том, что происходит. Даже у Рональда Рейгана. Рональд Рейган вполне договороспособный человек, был гибкий дипломат. Я что-то помню, что-то он чего-то Советскому Союзу уступал. Он ломал через колено Советский Союз. Ну, неправда. Это были переговоры, которые происходили с Горбачевым. На них были защитены компромиссные соглашения. В том числе по стратегической оборонной инициативе. В том числе по сокращению вооружений. Валерий Ильич, нельзя собственное романтическое, идеологическое представление делать... Они сделали первый шаг, катать на башне-близнецы. В то время никому бы не пришло в голову, никто бы не посмел такое сделать. Это метафора, Валерия Ильич, это метафора. Точно так же можно сказать, что, отказавшись от стратегической оборонной инициативы, Соединенные Штаты сделали первый шаг к чему-то. Алло.